Продолжение следует... 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 Предварительные результаты проведенных работ говорят о увеличении масштабов данных мероприятий, начиная с 2014 года и увеличении их темпов. Приведу ряд цифр. Если в 2014 году выполнено 140 видов работ в 99 многоквартирных домах, то уже в 2015, в два раза больше, это около 270 видов работ по 210 многоквартирным домам. Соответственно, в 2016 году уже в плане было 951 вид работ на 331 доме. И на 2017 год мы запланировали около 1000 видов работ по практически 290 многоквартирным домам. Здесь надо отметить, что сама реализация программы происходила и совершенствовалась нормативно-правовая база, так и техническая база. Поскольку дело для нас абсолютно было новое, участие в данной программе, которая финансировалась за счет средств собственников, то мы столкнулись с рядом проблемных вопросов, которые пришлось решать в ходе исполнения данной программы. Здесь стояли вопросы, как изменение и актуализация программы долгосрочной капитального ремонта, как перенесение сроков с более поздним на более ранний период при наличии ряда условий и, соответственно, самого состояния многоквартирного жилого дома. Сегодня данные вопросы все решены министерством совместно с общественностью, соответственно, совместно с жильцами. Сегодня появились реальные механизмы, которые регулируются региональным законодательством по внесению изменений в программу капитального ремонта. Определены все механизмы и буквально в ближайшее время мы закончим формирование регламентов, как проводить процедуры по тем или иным моментам внесения изменений в долгосрочные программы. Сегодня собственники специализированных счетов имеют возможность переносить сроки капитального ремонта своих домов при накоплении соответствующих средств на специализированных счетах на более ранние периоды, внеся в соответствии с указанными мною нормативными документами изменения в программы капитального ремонта и, изъявив свое желание на общем собрании, выполнить данные работы за счет накопленных средств в рамках тех установленных тарифов, которые определены при оплате взносов на капитальный ремонт. Более детально о реализации данной программы, как организация техническая, как качество, ответят мои коллеги. Здравствуйте, коллеги. Вопросы, которые задавались в процессе реализации программы, были услышаны, были решены. Сейчас более подробно мы о них расскажем. То есть первый вопрос, который достаточно часто поднимался, это прозрачность проведения отбора подрядных организаций, то, как это все проходит. На настоящее время принято федеральное постановление 615, по которому торги полностью переведены в электронную форму. То есть это некий такой аналог 44-го закона, который уже себя зарекомендовал. Что он собой подразумевает? Это двухступенчатая система торгов. Это предквалифицированный отбор подрядных организаций. Он проводится на электронной площадке. Электронная площадка в данном случае у нас в Министерстве строительства выбрана РТС-стендер. Подрядчики подают заявки для включения их в реестр квалифицированных подрядных организаций. После этого специализированные комиссии эти заявки оцениваются, рассматриваются, принимаются решения о включении той или иной организации в этот квалифицированный реестр. В этот квалифицированный реестр могут попасть только те организации, которые обладают необходимым опытом выполнения работ именно по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, соответствующим персоналом, количеством, опытом этого персонала. То есть данный механизм, данный реестр призван как раз к тому, чтобы отсечь каких-либо недобросовестных подрядных организаций и чтобы работу выполняли только квалифицированные. На настоящее время у нас подведены первые итоги по включению таких организаций в реестр. В настоящее время включено 30 с целью повышения конкуренции мы повторно объявили отбор организаций, то есть дополнительный. Сегодня буквально будет проведено рассмотрение организаций на проектные работы. В дальнейшем это позволит проводить отбор подрядчиков уже из этого сформированного пула. И вот это как раз является вторым этапом. То есть на втором этапе это будет проведение электронного аукциона непосредственно на отдельные виды работ. Сначала это обязательно разработка проектно-сметной документации на конкретные виды работ. И уже после того, как будет разработана проектно-сметная документация о сметах, пройдет экспертизу сметной стоимости, только уже после этого эти работы будут выставлены на торги непосредственно уже на сам капитальный ремонт. Второй момент – это актуализация программы капитального ремонта. Столкнулись с такой проблемой, что поступает очень много обращений от граждан о том, что дома находятся в достаточно плачевном состоянии, и их необходимо как можно скорее провести ремонт на этих домах. Чтобы реализовать эту возможность, необходимо внесение изменений в региональную программу. Для этого Министерством строительства принято постановление, разработанное постановление и принято правительством Ульяновской области, постановление 94-п от 6 марта, которое регламентирует весь механизм того последовательных действий, которое необходимо сделать собственнику, чтобы передвинуть сроки ремонта по своему дому. Вкратце расскажу этот порядок. Собственникам необходимо провести специализированную экспертизу либо на дом, либо непосредственно на тот конструктивный элемент, который они считают необходимым, подвинуть в сроках проведения работ. С этим заключение экспертизы и решение собрания собственников о том, что они решили передвинуть сроки проведения работ, направляется в орган местного самоуправления. Это необходимо сделать до 1 июня каждого года. Органы местного самоуправления эту информацию обобщают, проверяют и направляют в Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунодных комплексов и транспортов до 1 июля. Впоследствии на специальной комиссии данные документы будут рассматриваться, и по каждому заявлению приниматься решение о том, на какие сроки должен быть передвинут тот или иной дом либо конструктивный элемент. Третий насущный вопрос – это непосредственно проведение капитального ремонта и контроль за проведением капитального ремонта. На настоящее время контроль за капитальным ремонтом у нас стал многоступенчатый. Акты выполненных работ подписывают как заказчик, то есть фонд, так и в обязательном порядке, уполномоченный собственниками представитель от их дома, представитель специализированной организации, осуществляющей строительный контроль, представитель органа местного самоуправления. Также все этапы выполнения работ проходят обязательную фотофиксацию, это мы сейчас во все контракты включили такое условие, что все этапы выполнения работы обязательно должны проходить фотофиксацию. Основные этапы мы размещаем на своем сайте, чтобы можно было отследить это. Также к приемке работ мы привлекаем представителей общественных организаций. Я думаю, подробнее Александр Олегович расскажет об этом. По основным моментам все. Если у жителей существуют какие-то вопросы, какие-то предложения, пожелания, также наше пожелание к жителям, если вы видите, что какие-то проблемы у вас там с подрядными организациями, если вы видите какие-то недостатки в производстве работ, как можно оперативнее информировать об этом фонд, мы всегда отреагируем, всегда примем соответствующие меры, бесправим ситуацию. По всем вопросам можно обратиться в фонд по телефону 416265, также можно записаться на личные приемы, которые проходят еженедельно, каждую среду с часу до трех. Все вопросы, что касается капитального ремонта, открытия счетов, абсолютно все, что касается капитального ремонта, могут задать вопросы. Сейчас Александр Яковлевич, наверное. Слово представителю общественности, который принимает непосредственное и очень активное участие в контроле за ходом и результатами работ по капитальному ремонту, слово предоставляется заведнику губернатора Ульяновской области, Потапову Александру Альяновичу. Добрый день, уважаемые коллеги. То, что сейчас мои коллеги вам доложили, естественно, соответствует действительности. Я, естественно, буду узконаправлен в таком случае, потому что они, в принципе, всю информацию о ходе, о планах, о перспективах капитального ремонта Ульяновской области рассказали. Я тогда остановлюсь на вопросе по, естественно, контролю за качеством проведения капитального ремонта и реальной помощи, в частности, собственникам и, надеюсь, и министерству, и фонду. Естественно, программа, она новая. Все мы окунулись в нее, можно сказать, так, с разбегу. Очень много не знали, естественно, подводных камней, которые будут присутствовать при проведении и приемке капитального ремонта. Ну и, естественно, на ошибках учимся. Что касается, в частности, от Координационного совета, я являюсь заместителем председателя Координационного совета собственного жилья Ульяновской области. Также я член Общественной палаты Ульяновской области, тоже профильного комитета, комиссии по вопросам ЖКХ. Естественно, мы принимаем, наверное, самое активное участие в приемке, в ходе проведения и в приемке финальной, промежуточных этапов проведения капитального ремонта. Когда начиналась эта программа, еще в 2014-2015 году, поняли сразу ущербность населения о слабой информированности этой программы, о пробелах в знаниях именно видов работ, которые проводятся, естественно, население слабо понимало. Мы эту проблему решили изменить таким образом, что по инициативе Координационного областного совета было инициировано проведение во всех муниципальных образованиях Ульяновской области и во всех районах города Ульяновска проведение информационно-просветительских семинаров, куда приглашаются и представители министерства, и представители фонда, представители госжилонадзора ГЖИ, и, естественно, члены Координационного совета, куда входят довольно-таки представительные и весомые эксперты в этом направлении. Естественно, после проведения таких обучающих семинаров почувствовался эффект. Было очень много вопросов и фонду, и министерству. В ручном режиме отрабатывались всесторонние, всевозможные вопросы, что касается капитального ремонта. И, естественно, и фонду, и подрядным организациям стало, и собственникам, естественно, стало проще общаться и стало налаживаться взаимопонимание всех этих трех звеньев этой цепочки. Лукавить не буду. При осмотре и при приемке и промежуточных этапов, и финальных выявляются и недостатки, на которые мы указываем. Предлагаем обратить внимание. На сегодняшний день радует, что и министерство, и фонд, и подрядные организации адекватно реагируют на эти замечания и практически мгновенно начинают исправлять те замечания, которые мы предъявляем. На сегодняшний день фонду предложено на всех объектах, на всех домах, где проводится капитальный ремонт, завести отдельный журнал. Александр Сергеевич обещал это сделать. Журнал этот будет для записи общественных организаций и собственников. Как по замечаниям, как по инициативам. Потому что в производственных журналах нет графа, где общественники могут вносить эти письменные свои замечания или предложения, или инициативы. Я предложил, чтобы это было. Чтобы и собственники, и мы, когда приезжаем, могли документально фиксировать и записывать. А потом, естественно, по этому журналу отслеживать устранение тех замечаний, которые мы выявили. Естественно, Координационный совет также инициировал и предложил фонду по-простому создать черный список подрядных организаций, которые, скажем, вышли из доверия, в первую очередь, у собственников. Надеюсь, это тоже будет влиять на то, чтобы недобросовестные подрядные организации исключались и не было у них возможности повторно зайти и испортить всю картину нам. Деньги народные, поэтому контроль жесткий. Как правило, таких серьезных, критических замечаний не возникает. Есть по мелочи недоработки, которые, как говорю, моментально устраняются. Вносятся, наверное, также в вручном режиме. В прошлых годах были подрядные организации, которые не справлялись со своими обязанностями. Это тоже было. Но критического такого состояния положения они не внесли. Собственники, самое главное, не пострадали. Собственники всей Ульяновской области знают, что Коррекционный совет всегда рядом, всегда подскажет, всегда поможет. Поможет выстроить и отношения и с управляющими компаниями, которые мы просим, чтобы они не самоустранялись, а были всегда рядом с собственниками, подсказывали и помогали подрядным организациям, которые проводят капитальный ремонт, о качестве проведения капитального ремонта, так как в последующем им же и обслуживают эти дома с капитальным ремонтом. Поэтому общественность, я считаю, сейчас это одна из ключевых ячеек, которые ведет контроль за капитальным ремонтом. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем так и будет. Все вопросы, которые возникают в ходе нормативки, изменений по капитальному ремонту, мы стараемся моментально донести до собственников это, чтобы они были в курсе всех изменений, в частности, по капитальному ремонту. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Да, уважаемые коллеги, вопросы? Я вопросу к директору фонда по поводу актуализации программы. То есть, мы тоже вместе были на круглых столах, что проблема с экспертизами, да? То есть, они делаются за счет собственников. То есть, друзья, причем это стоит достаточно дорого. Был вопрос насчет судебных экспертиз. Как вот он решился или нет? Те судебные экспертизы, да, это мы тоже уже рассмотрели этот вопрос. В большинстве судебных экспертиз, вот как мы посмотрели, указывается как раз та степень износа того конструктивного элемента, на который эта экспертиза дана. То есть, сейчас вот как раз те документы, которые предоставляются, многие из них содержат именно судебные экспертизы. И да, они так же будут приниматься. То есть, людям, у кого есть уже решение судов, им не надо повторно проводить? Еще второй вопрос в связи с этим. Когда меняется очередь? То есть, мы можем перенести срок на более ранний, а на более поздний закон запрещают? Нет, можно. На более поздний срок, а также... И да, опять, по решению собственников. По решению собственников. Я имею в виду, мы говорим про фонд. Это... Какие люди, они приносят... Мы передвигаем дом с больного... На более ранний. То есть, ну это не значит, что другие дома подвинулись? Нет. Они остались так же, как в косрочной программе. А финансирование получается... А наконец-то так, что оно можно... Оно же определено. Домов становится больше. Здесь, Алексей, вот... Выясните, как... Но они, да, нет. И второй момент, когда уже техническое состояние жилого дома, оно не может быть терпеть до 44-го года. Его надо делать сегодня. И вы знаете, что программа ремонта, вот Александр еще более подробно расскажет, формируется не из 100% собираемости, а есть определенный порядок формирования финансовой модели программы очередного года. И вот логичный вопрос, а за счет чего будут выполняться работы, когда перенесено не на специализированном счете, так я понимаю ваш вопрос, а из общего котла, да, перенесено, а уже программа определена, и другие тоже останутся. Но где же вы деньги возьмете? А здесь вот у нас очень важный вопрос о собираемости взносов на капитальный ремонт. И мы можем корректировать данную программу только за счет одного источника. Либо это средство, которое в объеме в большем поступит от взносов, либо мы будем кредитоваться. Понимаете? То есть это тоже законом все предусмотрено. И это все просто реально может работать. И будет работать. А какой себе способ кредитоваться? Есть такой уже вариант? Вы же делали это? Опыт, да? Да. Ну, опыт, я думаю, все прекрасно понимают, что его быть еще не может, потому что вот это постановление, оно вступило буквально в апреле месяце, в конце марта месяца. Это вот очень серьезный вопрос в кредитовании, да? И больше всех, конечно, от этого страдают участники, у которых спецсчета именно ТСЖ и ЖСК. Как бы законом предусмотрено кредитование именно вот этих спецсчетов ТСЖ и ЖСК. А случилось так, что ни один банк не идет навстречу. Ни один банк считает, что у них такие реальные риски возникают. Не хотят просто кредитовать. Хотя я знаю, что в некоторых регионах есть такой опыт. Вот кредитуют именно спецсчета ТСЖ и ЖСК, которые, естественно, раньше могут провести капитальный ремонт, да? То есть привести к нормативному состоянию свой дом, жить комфортно и безопасно. Ну, здесь вот в Ульяновской области пока этот вопрос не решен. Еще у нас серьезная проблема именно вот по спецсчетам. Вот именно по... Я беру ТСЖ и ЖСК спецсчета, да? И, наверное, управляющий, который спецсчета при управляющих компаниях. Нет понимания до сих пор, опять же, с банками по процентам накопления. То есть получается так, мы деньги туда складываем в банк, да? Банк на 100%, я уверен, нашими денежными средствами пользуется, а процентной ставки, накопления нету. Совсем нет, получается? Есть, нет, есть один банк, по-моему, ВТБ, да, который идет на встречу, который процент этот начисляет, очень маленький. Другие банки, вот в частности наш монстр Сбербанк, на встречу не идут. То есть люди кладут деньги, процент накопления никакого нету, да? Ну, это я считаю несправедливо тоже. Надо выходить уже, ну, уже мы вышли уже и на высший уровень, на федеральный. Но банки, это и наши коммерсанты, на них нет пока что рычагов такого давления. Они говорят, что у них большие риски. Может быть и риски, я все понимаю, но можно было бы, наверное, какую-то программу придумать под это именно. — Сколько сейчас вообще процентов, ну, я не знаю, доля спецсчетов? — 10%, порядка 10%. — Это выросло постоянно в прошлом году? — Да, они постепенно, то есть дома переходят на спецсчета, достаточно интересная форма, грубо говоря, способа накопления денежных средств. Ну, в основном на спецсчета, конечно, переходят достаточно такие, ну, новые дома, чтобы говорить, многоэтажки, у которых большие площади, соответственно, большие сборы, которым удобно именно своими деньгами в краткосрочной перспективе именно оперировать. — То есть количество — это 600 домов примерно, да? — Ну, порядка, да. — Я правильно понимаю, что останавливают основные людей вот именно сложности, да, вот как раз с накоплением? — Нет, здесь вопрос такой, вот, значит, переход на специализированный счет — это не самоцель. Законом определены способы накопления. Вопрос стоит в чем? Вот здесь вот уже вы очень важный вопрос задали, я, значит, Александр, пытались на него пространный ответ дать. Значит, в чем вообще, значит, ускорение процесса? Ускорение процесса может быть за счет как привлеченных средств, вот банком, например, кредитования, но еще, значит, владельцы спецсчетов получают возможность, они ведь по правилам и по жилищному кодексу самостоятельно принимают решения о выборе подрядной организации. Они только уведомляют фонд, на счету которого обслуживается, вернее, оператором которого счет является фонд, и, по сути дела, сами во всех дальнейших процедурах принимают решения. Так вот, многие из опыта просто договариваются с подрядной организацией о рассрочке на полгода, на год. То есть средства, которые накопили на, например, ремонт кровли, стоят миллион двести тысяч. Сегодня на счете накоплено 700, но в течение полугода они еще готовы накопить остатки средств, и подрядчик идет на это. Он инвестирует, заблаговременно зная о решении собственников накопить, это живые деньги, человеческие. Он идет на это инвестирование, инвестирует в ремонтные работы, и потом эти деньги в порядке рассрочки получает от владельцев специализированных счетов. То есть это еще как бы третья форма, рассрочка вот этого инвестирования, является элементом ускорения. Это все позволило сделать после того, как мы внесли эти все изменения, соответствующие в нормативную базу по внесению изменений в программу регионального капитального ремонта. Александр Николаевич, а насколько сейчас она актуальна? В прошлом году были дома не внесенные, неправильные данные были, когда там, например, многоквартирный дом большой, кирпичный, а у деревянных записан. То есть, в случае, когда вообще не было нового, не у нас там. Сейчас как, актуализировали эту программу? Да, в 2016 году актуализация проведена по результатам 2016 года. Но здесь, коллеги, надо еще одну вещь понимать. Значит, у нас в городе и области более 1200, если уж так сказать, ветхих домов. Вот по-человечески, по-хозяйски, как вот многие говорят, по-крестьянски, ну нет никакой сообразности в том, чтобы этот дом капитально ремонтировать. Логичнее его снести. Для этого есть другая программа, реновации. Вот по всей сейчас России она жужжит, жужжит, жужжит. Но для того, чтобы сделать реновацию, надо, как минимум, мы эти вопросы уже перед федеральным правительством поставили, сделать соответствующее внесение изменений в федеральные законы. Почему? Потому что, с одной стороны, должен быть источник реновации, финансирования. Либо это какие-то комплексные программы, где участвуют регион, муниципалитет и Российская Федерация. Либо это программы кредитования абсолютно льготные, где можно, значит, застройщика тоже привлечь к этой идее. И он участвует в реновации своими финансами. Но понятно, что он не меценат, он должен получить от этого деньги. Поэтому эти механизмы мы все сейчас рассматриваем, предложения формируем в федеральные цены для того, чтобы заставить механизм реновации работать. А реновация это, если по-простому сказать, что на месте ветхого жилья застройщик, соответственно, с муниципалитетом и региональной властью ставит дом, отселяет оттуда людей вновь благоустроенный. И так поэтапно, поэтапно, поэтапно сносится ветхое жилье, и на его месте строятся благоустроенные квартирные комфортные дома. То есть это еще один способ решения указов президента и проблемы ремонта, по сути дела, замены ремонта новым строительством ветхого жилого фонда. Поэтому сказать, что мы сегодня все проблемы решили в части оптимизации этой программы нет, потому что на сегодняшний день просто по-человечески ряд этих домов надо исключить. Но формально по закону прокуратура нас задернет за это и скажет, нет, на каком основании. А основания пока нет. Да, признать ветхим и, соответственно, тут же себя поставить перед фактом, что прогнозируем неисполнение данной обязательности. Потому что программы у нас есть, мы их выполняем в рамках программ. Но если в перспективе, то мы сейчас предложения сформировали, таки министр наш Вавилий Александрович написал, направил, губернатор наш такие предложения направил, соответственно, по инстанции правительства Российской Федерации, для того, чтобы соответствующее министерство предложения сформировали и облачили их в законные акты. То есть нормативно-правовые документы. Я просто можно добавлю, да, вот то, что вопрос задали, что в программе дом числится кирпичный, а по факту он деревянный или наоборот, там год застройки. То есть как раз вот актуализация, она и заключается в этом, да, что согласно вот этим всем точным объективным данным набираются данным домом баллы, да, и, соответственно, он выстраивается автоматически в определенную очередь проведения капитального ремонта. Координационный совет напомнил всем уровням власти в Ульяновской области, что необходимо возобновить, реанимировать постановление правительства о техническом мониторинге МКД. Я всем объясняю, всем там исполнителем являются муниципальные органы власти, вот поэтому я всем напомнил, что нужно это делать. Что такое мониторинг? Это не только ограничивается весенне-осенним осмотром дома, а это постоянный контроль, наблюдение за состоянием дома. Я всем объясняю проще. Есть у каждого человека в поликлинике своя карточка, да, история болезни, там, амбулаторная карта. Это то же самое. Это история болезни наших домов. И гораздо проще будет потом принимать какие-то решения и о признании аварийного, ветхого жилья, да, и о сроках проведения капитального ремонта, когда четко будет прослеживаться состояние дома. Это история болезни. Гораздо проще будет это все отслеживать и принимать решения. Поэтому сейчас операционный совет это на жестком контроле держит. И будем спрашивать об исполнении этого постановления, о техническом мониторинге. Скажите, а государство в этом году как-то вкладывается в капремонт или только средства собственников? Потому что ведь есть все-таки предусмотренные законы, что могут быть увеличиваться средства государственные. В этом году в отношении региона государство вкладывается в программу переселения. Потому что есть иск от фонда муниципалитета Кулянску, там большая сумма достаточно. Какая судьба иска сейчас в движении? Напомните, там сумма, там 300 миллионов, что ли? Изначально сумма иска была 309 миллионов рублей. Данная сумма не включала пенни за просрочку. То есть, 14 года начинала? Да, на настоящее время сумма иска 329 миллионов рублей. Изначально иск был подан, напомню, еще в марте. Но здесь есть проблемы, которые уже озвучились на федеральном уровне. Чтобы выйти с иском к должникам, фонду необходимо заплатить государственную пошлину. И то есть, соответственно, необходимо на это предусматривать денежные средства. И уже неоднократно поднимался этот вопрос, в том числе и на федеральном уровне, чтобы фонды освободить от этого. Потому что, ну, очень тяжело ввести претензионную работу. Для этого постоянно нужно финансирование. Вот. В итоге финансирование нами было получено. Иск подан. Ближайшее заседание у нас назначено на 29 июня. И это только по фонду. Это не считает СЖ и ЖСК, у которых тоже самое вкладывается в ситуации задолженности муниципалитета. Вообще, это Ульяновск, да? Это муниципальное образование города Ульяновска. Ну, это наш самый большой, самый крупный неплательщик. Ну, по-разному, как бы, где-то больше закладывают средства, где-то меньше закладывают средства. С теми муниципальными образованиями, у которых мы задолжены, стараемся, либо заключить соглашение о реструктуризации долга, чтобы какими-то частями они постепенно это все погашали. Ну, как бы, основная проблема у нас это все равно муниципальное образование в городе Ульяновск. Это львиная доля наших долгов. — Большая, достаточно, задолженность, не повлияет ли она вообще до исполнения программы? Ведь это недоплаченные деньги, которые должны были вложить в свой концерт, правильно? — Да, это как раз и очень правильный такой вопрос, из-за чего фонд и вышел уже с искренними требованиями, потому что сначала пытались проблему регулировать в досудебном порядке. — А не дух вообще на встречу как-то или совершенно никакие суммы не платили? — В этом году заключились соглашения на 3,5 миллиона рублей. — Ну, это доля маленькая. — Ну, это маленькая доля, да, как бы, она, конечно, несущественная. — Ну, да, процепененная. — Десять процентов, да. — Это не платежи, они как бы являются существенной проблемой, и также даже в нашем общем рейтинге исполнения программы тоже влияют. — Не повлияет ли оно на саму программу? То есть, получается, недополучили деньги, значит, какие-то работы не сможешь. Так вот, мы сейчас и стараемся получить эти деньги, чтобы никак это не повлияло. — Вот, к сожалению, я знаю, что мультеприеды очень плохо платят по судам даже. Вряд ли вы их пусть не получите. Какой-то запасной вряд ли. — Ведь очередь же огромная еще на исполнение решений сюда. — Да, по судов, по ремонту еще до того, что... — Там сумма почти более миллиарда там решений судов. — Данные риски при формировании программы фонд учитывал и не планировал эти деньги для проведения. Учитывая, что доля муниципального образования города Ульяновск в платежах физических лиц, собственников очень велика, то планы строились из этих соображений, да. Ну и здесь вот уже Александр Сергеевич сказал, что сумма иск, она будет уточняться в связи с тем, что новые обстоятельства открылись у муниципального образования по объективности данных, которые они в фонд предоставили по площадям муниципальным, которые подлежат оплате муниципалитетам. — Это уменьшили? — Да, существенно уменьшили эту площадь и сегодня готовы предоставить доказательную базу. Поэтому мы сейчас эту тему активно обсуждаем с руководством администрации города Ульяновска для того, чтобы по максимуму решить в этом году вопрос реструктуризации прошлой задолженности и, соответственно, выход на текущие платежи. — Ну, сам капремонт муниципальных жильев проводится, несмотря на долги или нет? — Это независимо. Муниципальное либо не муниципальное, это общее имущество. Муниципальное только часть площадей в многоквартирном жилом доме, которое использует в том числе общее имущество и общие коммуникации. Поэтому это не влияет на то, кто платит, а кто нет. Ответственность за полноту и собираемость износа несет фонд. — Просто у вас на сайте, я посмотрела, там собираемость в платеже 90%. Это именно для себя физические лица? — Это физические лица, да. — Еще вопросы по подрядчикам. Мы сказали, что 30 подрядчиков уже вошли в реестр. Кто они установлены? Наши ульянские или были там со стороны вот с другими? — Нет, есть тоже иногородние подрядчики. Иногородние подрядчики, они в основном представлены проектными организациями, организациями, оказывающиеся услуги мониторинга, технического состояния. Именно организациями, осуществляющие капитальный ремонт, большая часть из Ульянска. Этот реестр, он в открытом доступе, он опубликовывался как и на сайте министерства, также на нашем сайте, на электронной площадке РТС-тендер. То есть этот реестр, он доступен для всех, любой может посмотреть, какие организации там есть. В дальнейшем этот реестр планируется актуализировать раз в квартал. При этом те организации, которые попали в этот реестр, это не означает, что это все для них теперь зеленый свет, и они будут выполнять эти работы. В случае, если будут выявлены предоставления недостоверных сведений по этой организации, либо в процессе выполнения работ у них будут нарекания к работам, штрафные санкции, еще что-то. Эти организации исключаются из этого квалифицированного реестра, и этим организациям уже будет закрыт доступ именно на этот рынок. Скажем так, да, этот черный список. А вот для владельцев средств еще только этот квалифицированный реестр, он не является обязательным? То есть они могут любую подрядную реестр? На настоящее время нет. По закону он не является обязательным, но при этом никто им не мешает. Также, допустим, ознакомиться с этим реестром и рассмотреть именно организацию из этого. Желания могут выбрать свою? Да, могут выбрать свою. А электронный акцион, который будет, это уже на следующий год? Нет, на или на этот год? В том числе и на этот год, да. А работы уже в этом году ведутся сейчас? Да, конечно. У нас законтрактовано более половины работ предусмотренных. Сейчас активно ведутся. Сейчас у нас 11 подрядчиков работают. Также по всем районам области. Не было ли жалобы, как мы иные два года назад на нижний террасик, когда там крышу оставили, доделали, срезали отопление, не доделали? В этом году как? Вообще не было таких конкретных? В этом году жалобы были такого планового текущего характера, не такие глобальные, что где-то открыли крышу, еще что-то. То есть жалобы в основном касаются того, что подрядчик начал выполнять работы, потом, грубо говоря, на неделю куда-то пропал житель и в известность не поставил о том, что у него какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Жители, конечно, из-за этого переживают. Звонят в фонд, мы сразу эти вопросы все решаем, выезжаем на место. Каких-либо серьезных таких замечаний, нареканий не было у нас. Серьезным последствиям не привело пока. Слава Богу. То есть получается, что сезонность учитывается, сезонный фактор производства работы, он все-таки учитывается? Многие собственники с этим и переносят сроки ремонтных работ на сезон. То есть если видят, что конкурсные процедуры прошли и надо входить в ремонт, скажем, кровли в сентябре месяце, они говорят, нет, давайте лучше сделаем это в мае следующего года. Есть такие случаи. Или когда в декабре надо начинать ремонт системы отопления в ноябре, они говорят, давайте начнем в апреле по завершению отопительного сезона. Такие решения они нам приносят, это законно, это все обговорено и абсолютно... По поводу платы минимальной за ремонт, вот долгое время дискуссия шла, что слишком маленькая, все-таки у нас в регионе, мы даже загадываем в сегменте, вы об этом говорили, вот какие перспективы? Мы с общественностью это обсуждаем, пока общественность не выражет свое мнение в отношении подхода к формированию этих. Но я скажу вам, что вот те специализированные счета, они в большинстве своем используют собственные расчеты и оплатят, у нас есть дома, которые там и 14 рублей оплачивают для того, чтобы накопить на капитальный ремонт. Поэтому то, что касается общих счетов, мы только с общественностью, но пока это идет в процессе обсуждения. Есть шансы, что повысится, потому что считается, что... Пока это в процессе обсуждения. О повышении мы не говорим, мы говорим об установлении адекватной платы с тем, чтобы войти в реализацию программы до 1944 года, выполнить, имея финансовые источники. А допустить ситуацию, когда ремонт одного дома стоит столько, что взносов до 1944 года этих собственников не хватит, мы не должны допустить. Поэтому мы сейчас аналитическую базу общественности передали, они ее изучают и должны дать заключение на варианты развития событий. Но это в процессе сейчас идет. Общаясь с общественностью, я могу сказать одно, что у мнения общественности, конечно, у населения не хочется платить много, потому что нагрузка на карманы сейчас за жилищно-коммунальные услуги довольно-таки высокая. Поэтому я сторонник тоже того, я солидарен со всеми собственниками, что так насильно этого делать не нужно. Нужно достучаться до наших верхов и чтобы они реально осуществили и придумали каким-то образом господдержку. Вот когда 185-й, помните, да, отбоя не было от капитального ремонта, отбоя. Сначала не было желающих, а отбоя не было уже, когда наработали опыт, практику, когда уже опробовали, заработала программа. Хотя бы хоть какое-то участие было бы государству, помогли бы финансово, и гораздо проще было бы, и быстрее бы, наверное, решались эти вопросы. А у них есть шанс, что они доплачивают, помогать денег в этих старых домах, для которых стоит степень? Вода камень торчит. Сегодня не выслышали, завтра выслышат. Думаю, созреют и помогут. Вон в Москве, как видите, да, сносят пятиэтажки активно. Нет, уже не сносят. Ну, в любом случае, ну, уже понятно, там появились свои нюансы, но в любом случае, я считаю, все равно, наверное, госучастие придет к этому. Должники уже из-за физических лиц. Вы планируете подавать вопросы к ним? Как раз с марта началась очень активная претензионная работа. На настоящее время отправлено порядка 8 тысяч претензионных писем на общую сумму порядка 48 миллионов рублей. Многие из должников, что хочется отметить, после получения этих претензионных писем, сами звонят в фонд, уточняют, какая у них образовалась задолженность и погашают ее в добровольном порядке. То есть сейчас мы даем определенное время собственникам на то, чтобы они погасили эти долги добровольно, в случае отсутствия этого, ну, уже будем направлять претензионные исковые заявления. От какой суммы или от какого срока вы отталкиваетесь? Мы отталкиваемся от срока, то есть у нас как бы срок исковой давности это 3 года, то есть чтобы этот срок, во-первых, не прошел, ну, и, во-вторых, тоже, конечно же, ну, определенная сумма, чтобы достаточно крупная была задолженность. Ну, вот на первый этап мы брали задолженность порядка 2 тысяч рублей. Можете прокомментировать все-таки, что вы не так не можете удовлетворить и договориться с УФАС, который постоянно... И попереды, длительные, да. Да, это каждый... Почему нельзя составить таким образом все-таки эти лоты, чтобы наконец-то удовлетворить УФАС? На настоящее время, вот к тому, что сейчас проводятся такие процедуры, тот же отбор, предварительный отбор, предкурессионный отбор, по нему не было никаких жалоб, никаких претензий, никаких предписаний со стороны УФАС. То есть сейчас мы как раз... Фонд выполняет все требования антимонопольного законодательства, и я уже как повторял, что даже стараемся расширить этот круг потенциальных подрядчиков, чтобы стимулировать конкуренцию. Ну, а вот с теми лотами, что, которые, вот, он забырковал, грубо говоря? Они же лоты. Укропленные, которые? Да. С ними что? Нет, ни одного укропленного лота в настоящий момент нет. Все эти лоты, которые были отборены, они... Это лоты, которые мы говорим, это 2016 год, то есть по ним сейчас проводится разбирательство, а на настоящее время каких-либо нарушений со стороны фонда нет. Адмитрий Иванович, можно еще последний вопрос, что вот это... Просто вот на одном из заседаний Продукционного совета, то есть поднимался вопрос о том, где можно посмотреть перечень аварийных домов. Почему-то его никто не может найти. Мы вообще-то... Могли бы его простить? Алексей, мы же в протоколе, я сказал, в протокол внести, чтобы нам предоставили этот реестр, и чтобы он был выложен на сайте. Пока что от министерства к нам ничего не поступило. Я, Александр Ильич, как-то перехватил вопрос, вам был адресован. Ну, это даже хорошо, потому что адрес я сейчас не продиктую, где этот весь перечень. Я имею в виду на сайте министерства. Надо раздел посмотреть, мы информацию передадим. Потому что все аварийные дома, они в установленном порядке делятся у нас, которые попали в программу переселения, либо они не попали в программу, если призваны в установленном порядке после 1 января 2012 года. То есть вот этот весь перечень я тогда уточню и вам скажу. Спасибо, конечно. Как бы сейчас складывается работа с признанием домов аварийными уже после 2012 года? Потому что вы знаете, что Путин поручил сделать механизм расселения постоянным теперь. А это все определено постановлением правительства. И комиссии, которые созданы при администрациях муниципальных образований, они рассматривают... Это межведомственная комиссия, напомню, действует в соответствии с положением межведомственной комиссии, утвержденным главой администрации данным постановлением. То есть компетенция данной комиссии признать основание или установить основание для признания дома аварийным, подлежащим ремонту, реконструкции, либо сносу и отселению, соответственно. Поэтому данная компетенция у органов муниципальных образований и межведомственных комиссий, на основании заключений которых орган местного самоуправления, администрация, принимает соответствующие акты об признании данных и о сроках проведения мероприятий под селением. То есть вот такой механизм, чтобы вы были в курсе. Но этот вопрос меня больше касался, который вы сказали, 1200 домов у нас ветхие. Это ветхие, это не аварийные дома. Нет, нет. Ну я сказал вам, что в отношении данного фонда мы направили соответствующее предложение и обозначили как болевые точки, как дальше действовать. Потому что, ну давайте предположим гипотетически, завтра, значит, все 1200 домов межведомственной комиссии вынесут, соответственно, значит, заключение экспертное. Их признают, найдут основания для признания, значит, аварийными, подлежащие реконструкции и капитальному ремонту. То есть на них где деньги брать? Вопрос. А если признает комиссия, найдет основания, администрация признает аварийным, подлежащим сносу. Где деньги брать? Если мы программу до 2012 года только выполняем еще, а уже прошло 5 лет после, и 5 лет мы признавали те дома, которые в соответствии с положениями и всеми нормативно-техническими регламентами, техническими подлежали. Они, да, попали, муниципалитеты признали их аварийными и назначили распоряжением глав администрации сроки по отселению данных домов. Поэтому здесь вот тоже мы говорили, без помощи федеральных программ поддержки, здесь просто муниципалитеты и регионы не осилят эту программу. Просто не осилят. Поэтому мы все сейчас делаем для того, чтобы убедить и федеральное правительство, и сформировать соответствующие программы у себя. Такое поручение губернатор дал, и мы его выполним обязательно по формированию данных программ по ветхому жилью. То есть это, Алексей, не аварийное, а ветхое. Я просто разница, чтобы вы не путались в термиру. В этом году жители с севера, где обладает Мелоноск? Значит, 35 домов подлежат расселению со сроком 3 года по согласованию, да. Поэтому в этом году будет отселена вторая часть жилых домов. В прошлом году отселили первую часть, в этом году будет отселена вторая часть. И на следующем году остальные 16 домов будут отселены равными долями. Дорогие друзья, на этой, мне кажется, позитивной ноте, я думаю, что мы нашу дискуссию в рамках брифинга закончим.